Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тагир Скиф, и у нас сегодня Бэтмен, и мы будем продолжать спасать докторов. Или врачей. Или врачих. Чё там? Икс-рейт. Счастливый пациент. Разрешите представить вам блестящую работу нового главы отдела исследований доктора Пенелопы Янг. Два года назад она присоединилась к нашей команде, и Аркхем занял передовую позицию в исследованиях человеческого разума. Добрый вечер, Аркхем. Пенелопа Янг. Как понять и лечить такую сложную материю? Вот в чём вопрос. Цель проекта Титан – создание тестовой базы для детального, безопасного изучения наших особых случаев. Мы стремимся исцелить тех, кому не повезло, самых слабых, тех, кто физически не способен выдержать наших методов лечения. Проект Титан выведет нашу лабораторию на мировой уровень. Если вам или вашим близким грозит нервный срыв, вам помогут в одном из учреждений, гарантирующих полную безопасность пациентов и максимально эффективное лечение. Посмотреть наши прескуранты и пакеты услуг вы можете в регистратуре или на сайте... Самое главное – прескуранты посмотреть. Это чё, гильза? Разрешите представить вам блестящую работу нового главы отдела исследований доктора Пенелопы Янг. Два года назад она присоединилась к нашей команде и нам перестаем передовую позицию исследовать. Так, чё у нас там по карте? Так, вот один врач, второй, а там третью в бегу, что надо будет идти. Ну ладно. В другую так другую. Вот это вот интересный вход. Он мне нужен сейчас или нет? Кто мне скажет? Да. 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 Дерусь, как девчонка. Как могу, так и дерусь. На. Дышь. Так, и куда мы пришли? К одной из дверей, да? Так, ну я там вроде на столах ничего не водяло соль. Кажись, ничего не пропустил. Не! Дышь. Дышь. Хорош. Кажись, что случилось? Тревога в медблоке. Я услышал хрики, нашел врача на полу. Попытался помочь, но комната заполнилась газом. Двери заблокированы, мы не можем выбраться. Не знаю, сколько еще продержимся. Какая отвага. Давайте протянем мистеру Кэшу руку. Ему еще одна не повещает. Ха-ха-ха-ха. Ты такой смешной. Ты у меня посмеешься. Ты улыбнись ты, я просто дурака валяю. Ага, тогда я понял. Не терпится отплатить темно. Тогда мне нужно то, этот. Плево на него Кэш. Ты можешь включить вентиляцию. Я пытался, и выходит. Он заблокировал удаленный доступ. Я что-нибудь придумаю. Я не могу уйти, пока не очищу помещение от газа. Блин, я думал через... Ух ты ж куда? Назад вернись. Я думал, мне надо было туда проходить. Помоги нам. Если ты очистишь помещение, мы с доком сможем выбраться. Сейчас все сделаем. Ты, главное, не переживай. Так, так, так. И че тут? И куда мне? Это интересно. Это интересно. А, вот так сделать. Да. Душ. Не дождешься. Ага, я теперь могу туда пролететь. Спланировать, так сказать. Ну. Че он не захотел планировать? Я че-то не понял. Где его плащ? И что-то нам дало. Дешить сюда все не заброшу. Нужно спасти его. Как можно скорее чистить комнату от газа. Да я что против или что? Я просто сейчас не соображаю, куда мне... Почему он тут планировать не хочет? Почему он тут планировать не хочет? Я понял, что я ничего не понял. Я понял, что я ничего не понял. Вот так. Вот так это планировалось с самого начала. Так, а где? Куда им еще выстрелить? Ну, понятно, что я туда не попаду. А туда... Туда тоже, да? Никуда не попадут. Понял. Значит, поднимаемся еще. Так, бежим. Хорош. Выключай. Че не попал? Дышишь. Так, а третье у нас где находится? Ага, я понял. Все три вентилятора зеленые. Мы на полной мощности. Скоро комната очистится. Ох, так сюрприз. Бэтмен все-таки успел. Да я красавчик. Кэш, я просто пристрелю тебя и думать не буду. Так. История. Кэш, один из самых старых и уважаемых охранников Аркхема. Боится только одного из заключенных. Убийцу Крока, который сильно ранил его во время бунта. Несмотря на это, Кэш твердо намерен держать заключенных под контролем и победить свой страх перед Кроком. Так, настоящее имя. Арон Кэш. Охранник Аркхемского приюта. Готэм Сити. Глаза кария. Брюнет. 183 см. 84 кг. Атрибуты. Очень сильен. Физически прекрасная реакция. Один из самых опытных охранников в Аркхеме. Давний враг убийцы Крока. Арон Кэш. Окей. И что тут у вас интересного есть? Не нужно было уходить из интенсивной терапии. Я бы проследил, чтобы он оставался там, где ему место. И не говори. Так, один врач спасен. Если это можно так назвать. Запись беседы с пациентом 39. Имя Эдвард Нигма. Мне еще предстоит выяснить, подходит ли мистер Нигма в качестве подопытного для проекта Титан. Я хотела бы поговорить о твоем детстве. Ужасно. Дальше? Видимо, тогда ты и увлекся загадками. Думаю, поговорив об этом времени, мы сможем понять причину маниакального поведения. Ну, как скажете. Отец ненавидел меня. Постоянно называл кретином. Так. Я решил доказать, что он неправ, и пошел на конкурс в школе. 20 долларов ребенку, который справится с почти нерешаемой логической задачей. Конечно, я выиграл. Твой отец был доволен? Не сказать. Он был уверен, что я смухлевал. Все время орал. Ты точно жуличил. Признай, ты кретин, ты жуличил. Я клялся, что это не так. И он избил меня за вранье. Я очень тебе сочувствую, Эдвард. Не стоит. Он был прав. Он был прав, я жульничал. Просто я этого ему не сказал. Так, что у вас тут еще может быть интересного? Что значит открыть дверь? А, это я тут был, я понял. Сюда мы сбросили этого чувачка, чтобы отключить. Хорошо. Нам его не жалко. От слова совсем. Хорошо, идем, значит, к следующему пациенту. Он же врач. Я помню, что ему все еще нужна помощь. Пациенту просим сохранять спокойствие и медленным шагом вернуться в палат. Наши открытия вызвали массу споров о том, является ли психоз сам по себе нейротоксином. Зависит ли степень повреждения мозга... Нейротоксином. Так, куда я побежал? Все правильно, мне теперь сюда... Так, это что вот это вот за? Такие разветвления. Так, тут мы были, да? Или не были? А, это вход были мы тут. Номер один в мире. Так, сюда. За следующим пациентом. Он же врач. Ходят слухи, что в Археме работает кто-то там или что-то там. Тынь! Что-то непонятное. Объектов не найдено. Бэтмен! Мне надо слов. Ты в безопасности. Но... Но это ловушка. Знаю. Но только для меня. Это правда? Ты величайший в мире сыщик. Как тебе это удалось, Бэтс? Что за черт? Быстрее туда, ребята. Посмотрим, оценивает ли он прямой удар в чалюзь. Да я вас сейчас с землей сравняю. Прямым ударом. Да не может быть. Ничего вас не отец. Уоу! Блин, сколько восток. Да тебе! Слабаки. Упс. Дыщ! Непонятный удар, но... Сойдет. Не раздувайся от гордости, Бэтс. Я тебя пока тренирую. Считает анонсом гвоздя программы. Сам увидишь. Не бросай меня. Они вот-вот очнутся. Чего они не очнутся? Не расстраивайся. Прости. Я пытался предупредить тебя, но не мог говорить. Что это за шприц там? Упогойся, теперь все позади. С этим отребьем я справлюсь. Все. И этого спасли. Допустим. Кто у нас следующий? Тихий пациент. Счастливый пациент. У него же не первится. Вы его бы не секрет. К нам на кривику придут трое старых знакомых. Один из них очень боится, что ты уйдешь. А, да типа, чтоб сэкономить мне дорогу. Типа, я так срезал путь, да? Супер преступники. Радиэйшн. Икс Рей Рум. Ну, допустим. У нас есть врачи всех специальностей. Мы предлагаем широкий спектр литературе. Всех специальностей. Диагностических и оздоровительных программ. Качественное обслуживание и утопленное обслуживание. Какая печалька. Вот и доктор я. Делает ее больницу. Это точно. Меня пусть оперирует, когда захочет. И в твоей мере не обошел эту учреждение. Не. Это был я. Да ты себя видел в зеркало, ты дурь. Так, по идее, последний доктор. Врачиха докториса. Зачем вы так поступаете? Я сделала все, что вы хотели. Посмотри на меня. Думаешь, мне не подняк? Кончай ныти, прочисти уши. Где-то там. Если кто-то подойдет тебе без официального разрешения Джокера, мне приказано пришить тебя в ту же секунду. Похоже, ты наш козырь в рукаве. Что же сказать? Босс серьезно подошел к делу. Распланировал все не хуже военной операции. У нас друзья внутри и снаружи. Я понимаю, что для этого... Да что, все так просто? Нужны друзья. Я хочу найти, почему выбор пал на меня. Джокер назвал меня? Могу я с ним поговорить? Просто две стены заминировать и все? Не это. Не обижай девочку. Я понял. Не с той стороны прошел. Сыграл на тебя, как на скрипке, а потом оборвал все струны. Такое бывает. Так, давай, киши отсюда. Зачем вы так поступаете? Я сделала все, что вы хотели. Засмотри на меня. Думаешь, мне не попек? Кончай ныти, прочисти уши. Не с той стороны прошел. Ну такое бывает, простите. Должен сказать, что у вас слабенький козырь получился. На. ДЫШЬ! Найти и спасти доктора Йонг. А что, так все просто? Вейнтек. Не понял. Так, многочастотный детонатор. Обсоряет выборочно взрывать заряды взрывчатого геля. Или удобно, когда нужно решить сложную техническую задачу. Хорошо. Что происходит? Пенело Паян. Как будто взяли власть. Неужели Джокер на свободе? К сожалению, да. Но это ненадолго. В тот раз я не один месяц изучала дело Джокера. Надзиратель четко дал понять, что я должна вылечить пациента. Плохая пресса испортит ему предвыборную кампанию. Это меньшее из его проблем. Боже, чуть не забыла. Они говорили, что обшаривают здание. Они охотятся за врачами. Нет проблем. Весь персонал спасен. Вам лучше оставаться здесь. Вот разработчики когда делали, не видели, что девочка ходит. Сквозь камень проходит. Так, инуться к докторам в изоляторе найти табачный след Гордона. Долго еще? У меня срочная работа. Я должна быть там. Слушай, мадама. Долго еще. Столько надо, сколько и долго. Рентген кабинет у них тут, конечно, козырный. Так, что у вас тут нету? Там каких-то вкусняшек. Для Бетса. Я ж взял его. А, не в этот раз. Я считаю, что... Если ты заходишь в комнату, берешь какую-то такую штучку и умираешь потом, то эта штучка должна оставаться у тебя. Надо ее заново находить. Но это всего лишь я так считаю. Так, куда нам дальше? Возвращаемся, да? На тебе. Здоровяк. Суперпреступники. Нам не нужны суперпреступники. Ты нашел их? С ними все хорошо? Да, сейчас они в безопасности. Бэтмен, у нас новая проблема. Мне нужно вернуться. Все записи там. Нельзя, чтобы Джокер до них добрался. Доктор, это слишком опасно. Остров, зона боевых действий. У вас нет ни шанса. Это дело всей моей жизни. У вас нет права. Я отведу ее туда, Бэтмен. По-моему, пришло время расплаты. Я против этого, но... Кто вызвал лифт? Это не мы. Он идет с нижнего этажа. Кэш, бери доктора Янг. Найди ее записи, вы там укройтесь в безопасном месте. Остальные скорее в смотровую. Забаррикадируйтесь внутри. Вот, говорит, он где-то здесь. Рассредоточиться. И сколько вас приехало? Так, вернуться к докторам в изоляторе. Натируем табачный след Гордона. Че там тебя на что не похоже? Разве в больницах не должно... Должно. Только у нас тут такой стелс. Непобедимый. Ах ты, гаденыш! Не! Ты че делаешь? Ты в кого стреляешь? Ты посмотри какой... Так, где-то вот этот ваш лифт. Чуть выше, да? Не! Не! И куда мы поедем? Я ничего не нажимал. Мешок с утятами. Я припас для тебя пару сюрпризов. Жди встречи со своими страхами. Со всеми! Ты че пашляешь? Ой-ой-ой-ой! Вытащите меня отсюда! Кто-нибудь! Капец. Капец Капецовский. Ох! Кажется, милый доктор сегодня начал пораньше. Твой сеанс еще не скоро. Уверен, тебя вызовут, когда он освободится. Скажи, Бэт, чего ты на самом деле так боишься? Не спасти этот дерьмовый городишко! Не найти вовремя комиссара! Увидеть меня в стрингах! Увидеть меня в стрингах! Так, вот следы, я понял. Так, ладно, ребята. На этом серию заканчиваем. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, ставьте комментарии, подписывайтесь на канал. Делитесь роликами с друзьями. И до скорых встреч! Пока-пока!